Дорогие друзья, всем привет! Вы на ютуб канале Дикий Краевед. Я нахожусь в селе Купа и за моей спиной ровно 8 дней назад разыгралась настоящая трагедия. В то время, когда хозяин дома выходил в сад и в доме никого не было, он вспыхнул и сгорел как спичка. Вот люди, которые жили в этом доме, а здесь был раньше дом, вы не удивляйтесь, в чем были, то и у них и осталось. Все остальное, одежды, документы, все сгорело. Спустя 8 дней я приехал сюда и хочу вам показать, что здесь волшебного произошло за эту всего лишь-то неделю. Подписываемся на ютуб канал Дикий Краевед, ставим палец вверх вот этим людям, которые друг за другом горой и обязательно, обязательно пишем комментарии. Поехали! 10 числа, к сожалению, у нашего земчанина, у мамы, случился пожар, сгорел весь дом, полный судакла. Он остался в том, в чем был одет. Аккураты и апрекосы собирались, сын сюда ходил три раза, никто ничего не заметил, ни соседей, никто. Это днем было, да? Да, днем, три часа. Я взял ящик апрекосов, пришел во двор, чтобы поставить его и увидел, что с окон уже выходят дым. Я попытался войти в дверь, открыл дверь. На меня уже огонь пошел, я уже, честно сказать, выбежал обратно на улицу и уже крикнул, что у нас пожар. Прибежал отец. Пытались войти через новые окна. В течение пяти минут здесь 500 человек собралось. Уже весь деревянный дом был, калидур, все четыре стороны деревянные, там уже бесполезно что-то делать. Я соседу, мама, это все случилось при нас, пошел дым. На глаза? Да. Да, я прибежал где-то минут через десять сюда. И уже горело, за полчаса дотла все сгорело. Да, сильный пожар. Сильный пожар, вот здесь, где мы стоим, Олег, здесь невозможно было стоять, здесь все горело. Да, я рукой махнул, а брат, у нас все кричат, что тут не позволим, до церкви Домбруска уехал. Что может человек испытать? Шок, конечно. Все, что за пятьдесят пять, шесть лет жизни сделал, ничего не осталось. Все сгорело дотла, что может человек испытать? Одежда вышла, все, ни ложка, ни тарелка, ни стул, ничего не осталось, человек. Второй день уже начали убирать, почти полностью село было, убирали, мусор вывозили. Тридцать пять машин мусора, вот так ветром загрузили и вывезли со сгоревшего дома. Тридцать пять машин. И двадцать машин, камни вон там отдельно сзади сложены. И эта вся работа сделана в течение пяти-шести дней, в течение двух дней. Сегодня эта беда пришла в дом нашего брата, мамы. И я думаю, что Всевышний Аллах хотел, чтобы он жил в лучшем доме, чем было. Поэтому это все было сделано. Это во-первых, проверить имам этого человека, проверить соседей, проверить сельчан и все неравнодушные детей, которые сегодня хотели помочь. Все село просыпается, дружно выходит сюда. Вы здесь каждый день? Каждый день, с утра до вечера мы все здесь. Это сейчас, смотрите, будет заливать. Это последний, я думаю, уже седьмая или восьмая машина сегодня. Короче, на работу, как на праздник. Хочу обратиться к молодежи. Молодежь-машал у нас тоже хорошо собирается здесь. Не было не только старики, не только взрослые, которые могут что-то сделать, приходят. Вот такая беда очень сильно сплотила наших сельчан, как всегда, в принципе. Это не первый пожар в нашем селе. Были и раньше пожары, и люди полностью пока дом не завершат, не отходят, все помогают. Кто чем может, кто деньгами, кто бетоном, кто физически, кто на что способен, тем и помогают. Здесь не важно, кто столько внес. Здесь важно, что человек, который попал в беду, чувствует, что он находится в коллективе, что он находится в джамиатах нашего села, и он никогда не будет брошен в беде. Вот когда это случилось, я подошел к нему, я говорю, мама, мы здесь всем джамиатам решили, провели собрание, что этот дом закончит, поможет тебе. Он говорит, ты как на это смотришь? Он вначале был отчаянный такой, говорит, я честно скажу, не хочу, я хочу уехать отсюда, вот оставить его слова первые. Я говорю, сегодня джамиат такое решение сделал, помочь. Если ты согласен с тем, что мы, то, что мы сделали, я говорю, мы приступаем работать. Он говорит, я против джамиата не пойду, против народа. Давайте, если решили, я с вами рядом, и все, вы, вот так мы начали. Такое случилось с моим соседом, маше Аллах, наши люди, соседи, все соседные селения приезжают, бригадами, с одного селения один день, с другого селения другой день. Вот так вот решили мы помочь нашему брату, чтобы он, чтобы крышу сделал, чтобы он в течение пары месяцев, чтобы он засел и жил свою обыкновенной жизнью. Пока мы тебе не заселим этот дом, никто отсюда не уйдет. Я думаю, что не только дом, мы его и мебель купим, и все, как нужно, его посадим. Вот то, что мы сказали, пока мы не сделаем, мы будем рядом с ним. В течение буквально недели все стены были снесены, весь мусор вывезен, все почистили. И сегодня идет залитый бетон уже на перекрытии цокольного этажа. Сегодня восьмой день. Каждый день столько народу здесь? Как же можно? Ну, были, говорит, дни, когда было по сто человек, когда особенно грязь надо было выносить, вот это, камни, все это. Посмотри, мы с тобой разговаривали с хозяином, погорельцем. На его лице сегодня не читается никакой ни отчаяния, ни горе. Человек, вот его душа радуется тому, что люди вот так объединились и пришли все ему на помощь. Это, я считаю, очень позитивный пример для любых людей, для того, чтобы они никогда не бросали людей в беды. Видите, кто, по-моему, бетоном, кто деньгами. Там наши сельчанки, наши племянницы собрали почти полтора миллиона денег, отдали ему. И другие сельчане помогают, каждый. Я думаю, что на этом мы не остановимся. Будет такой день, когда мы собьемся у мамы дома и в таком накрытом столе покушаем хорошую шинкалку. Наш брат очень выжил. Мало любит говорить, но много делать. Сегодня благодаря ему, его активности мы сегодня залили весь этот этаж. Иншаллах, но мы это хотим пару месяцев, почти что это все каркас, чтобы заселился. Хотя бы пару комнат. Здесь как бы один за всех, все за одного. Сегодня села арши подключилась. Нижняя арши. Нижняя арши. Точка, пора два, три. Вот. То есть все наши сельчанки, хороший округ, вот так физически приходят, помогают. А так деньги пришли даже из Казахстана, из Германии, по всей России. Вот эти блогеры наши, которые подключены, их не подписчики по всей России. В течение двух дней они собрали в районе полутора миллионов. Да. И русские. Поэтому там были все. И русские, и казахи, и все национальности. Поэтому мы благодарим всех россиян, всех, кто хотя бы материально, кто физически, кто душой. Мы все люди верующие. Мы знаем, что все, что мы на этом свете сделаем, вот это все, что мы сделаем пользу для людей, для общества, для своего же мята, вот это единственное, что мы заберем с собой на тот свет. То есть люди живут, чувствуют локоть друг друга. Люди знают, что если в беде, его не оставят одного. И он не оставит. И его не оставит. И его семью не оставит. Не дай бог, с кем-то что-то трагедия случается. За семьей всегда есть кому присмотреть. Близкие и родня, и сельчане. И весь жамят. Поэтому жить в коллективе и жить чувствуя локоть друг друга намного правильнее и позитивнее, чем каждый говорит, я сам за себя, мне никто не нужен. Это традиция наших предков, которую мы стараемся дальше нести и передать дальше нашим следующим поколениям. Поэтому это очень важно. Сам пример сам по себе. Это пример для наших будущих поколений. Вот недавно с селения Арши приехал молодой парень, мой друг. Он пришел ко мне и говорит, не шелай, завтра соберемся, толпой все. Нормально людей собираем. Каждый день, чтобы стабильно, у вас здесь как-то строительство начнут. Вот чтобы приходили, собирались, делали, поможем, чем можем. Я просто хочу сказать, что я здесь оказался случайно. И возможно, если бы не эта случайность, вы бы никогда бы и не узнали. О таком большом деле, о таких великодушных людях. Знаете, что все это делается, как они говорят, ради просто, ради Всевышнего. Всем огромное спасибо, кто нам помог в этом несчастье, в этом пожаре. Дай Аллах всем здоровья. Аллах, лябл толлара, охоталар бунайдирцев. Вот те люди, которые отправляли по карте деньги, им на каждого не дозвонишься. Хотя бы они увидят по твоему каналу благодарность, которую мы все родственники, сельчане объявили им. Поэтому я говорю всем, чтобы подписывались на канал. Дикий краевед. Аллах, спасибо. На новоселе тебе пригласим, Олег. Сущение за сгорело.